в 2017 году у меня вышел ролик под названием актеры которые хорошо поют идея рассказывать о людях всесторонне развитых мне показалось очень интересной особенно учитывая то что многим актёрам при обучении в любом случае приходится сталкиваться с уроками вокала на самом деле тема довольно обширная не знаю почему я ее забросил и все бы ничего но тут относительно недавно дуэйн скала джонсон зачитал куплет на треке у тег найна что мне и напомнило о данной рубрике сегодня мы поговорим о людях которые изначально стремились связать свои жизни с музыкой но по тем или иным причинам широкому зрителю они известны лишь достижениями в кинематографе приятного просмотра небольшая рекламка и погнали серое небо желтые листья дождь вот бы немного тепла ну конечно же рамы и сайт все майки суперский 3d костюм с принтом капюшон карманы штаны при необходимости можно затянуть а самое крутое то что костюм не требует постоянной глажки да и print не вести рвается но и это еще не все универсальная футболка с креативным принтом на вас никто не смотрит она это исправит на вас смотрят слишком пристально она это исправит также не забывайте что на сайте все майки вы найдете огромное количество и других вещей с принтами по музыке кино играм аниме и т.д. и вообще а удобный конструктор поможет вам собрать то что вы хотите и как вы хотите промокод на скидку в 10 процентов прилагается который между прочим суммируется с другими акциями на сайте все необходимые ссылки в описании начать хотелось бы с ультра харизматичного человека по имени эдвард томас харди или же просто том харди когда я впервые увидел его на экране сразу же подумал ну наверное какой-то очередной мега брутальный мужик который только и умеет что играть крутых крутышей круто убивающих плохих ребят своей крутизной оля вин дизель джейсон стейтен или все тот же скала лезете в неравную драку хотя бы выбирайте оружие да безусловно у них тоже есть фильмы где они показывают более широкий спектр эмоций нежели классическое их жаль тут никого тем не менее а вот с томом харди я конкретно так ошибся легенда воин рок-н-ролльщик ну и конечно же бронсон фильм закрывающий все вопросы о его актерском мастерстве но мало кто знает что том не сразу начал как актер долгое время он читал рэп его актерским дебютом принято считать роль фильме черный ястреб или же падение черного ястреба фильм вышел в 2001 году а двумя годами ранее у харди вышел полноценный хип-хоп альбом а можно я почитаю рэп давайте закрепим что музыка и актерское мастерство в названии рубрики лишь в некотором смысле условности ведь и тому надо учиться и этому а это время просто сложилось так что альбом харди выпустил раньше родился он в достаточно творческой семье его отец был писателем а мама художницей самого раннего детства том понял что хочет связать свою жизнь с искусством он пошел в театральную школу где преподавал человек наставляющий самого энтони хопкинса впрочем тем лучше для него лечение ничего не давал да вообще знаменитый в будущем актер был одним из тех кого принято называть трудными подростками в его арсенале имелись все самые вредные привычки о которых вы сейчас можете вспомнить и учитывая то что возможности полностью самовыражаться через актерский талант у него еще не было так как на тот момент в его списке достижений была только победа в модельном конкурсе харди начал писать стихи мое кори жил на юге бронкса мы с ним очень часто джимовали стоит рассказать что у меня записано много альбомов просто они не выпущены хотя если верить его же словам ему удавалось поработать даже с продюсерами которые получали грэмми но скорее всего было это уже после того как он закрепился в мире кинематографа в статусе суперзвезды товарищ харди также участвовавший в записи рассказал что именно том настоял на публикации этого релиза он позвонил мне и спросил у тебя еще валяется где-нибудь тот наш альбом вот мы и опубликовали его именно в том виде в котором он был своей первозданной необработанности а записали они его в обычной комнате я начал читать рэп когда мне было 14 основа большинства его песен это переживание самокопание и демонстрация амбиции включая строчки вроде однажды меня все увидят по телеку поганые животные всегда это в телек попасть отдельного упоминания заслуживают их инструменталы они сэмплировали джаз оперу и бог знает что еще сейчас когда слушатель привык вылизанному звучанию такой альбом разумеется мало кого удивит но к ознакомлению однозначно рекомендуется мощный такой олдскул да и это том харди читающий рэп что тут еще надо говорить марк как думаешь стоит ли еще раз тебя упоминать может быть а может и нет а может пошел ты ладно марк уолберг уже упоминался как исполнитель но было это настолько давно и с такой подачей что легче сделать вид будто ничего не было в отличие от тома харди уолбергу таки удалось заявить о себе на рэп сцене да и по сей день его клипы вызывают интерес на многих из них миллионы просмотров опять же если открыть фильмографию уолберга мы увидим что начало его актерской карьеры датируется от 1993 в то время как на музыкальную сцену он залетел уже в девяносто первом тоже разница в два года совпадение еще будут группа марки марки фанки банч стала настоящей сенсацией в девяностых их дебютный альбом попал на первую строчку чарта посвященного начинающим исполнителям а трек good vibrations и вовсе занял первое место в billboard hot 100 марк олберг родился в многодетной семье став самым младшим девятым по счету ребенком ко всему прочему родители на струга в детей и решили развестись что как вы понимаете не пошло им на пользу марк пытаясь себя чем-то прокормить и занять бросил школу и начал промышлять воровством грабежом торговлей запрещенными веществами и кто знает чем еще а в 16 его и вовсе приговорили к тюремному заключению тебе-то что когда он вышел его старший брат донни уолберг сказал ему хорош ебать мозги займись музыкой и марк прислушался так как донни был участником коллектива под названием new kids on the block с просмотрами и прослушиваниями куда более внушительными относительно тех которые будут в дальнейшем у группы марка они по показателям прибыли в 1990 конкурировали с мадонной и сами майклом джексоном также ими вдохновлялись backstreet boys это ли не достижение марк сделал все необходимые выводы и начал практиковаться вот только среди его фанатов было очень и очень много девушек которым что неудивительно он нравился не столько музыкой сколько спортивным телосложением раздевайся так он станет моделью для демонстрации нижнего белья но каждый последующий альбом его группы вызывал все меньше и меньше ажиотаж в итоге команду распустили решив попробовать что-нибудь новенькое волберг и оперируется с исполнителем регги принца миттл джо и уже вместе они начинают создавать более музыкальные работы это уже был 1996 год карьера в кино начинала набирать обороты поэтому марк еще какое-то время будет писать музыку к фильмам со своим участием а потом и вовсе покинет сцену рэп занятие для молодых ребят а я уже старого для этого так он сейчас отвечает на вопросы о возможном возвращении в качестве исполнителя а зато ему удалось сыграть фильме в основу которого была заложена история группы джуда сприст в частности период заменой фронтмена роба хелфорда символа хэви металла на вокалиста рипера оуэна я страшно виноват перед одним парнем по имени роб крайне поучительная история была у нас в другой рубрике о фильмах рекомендую к просмотру марк неоднократно признавался что в него мало кто верил какой-то там рэпер и со столь непредсказуемым характером сможет стать успешным актером что но он показал как упорство труд и дисциплина плюют на сомнения окружающих спасибо не знать про музыкальную карьеру уилла смита это ровно такой же грех как и не рассказать о ней фильмография смита начинается с 90-х а музыкой он начал заниматься еще в 80-х да и когда роли в кино уже пошли альбомы выпускать он не переставал а сейчас готовы охренеть был смит будучи участником дуэта диджей джейзи джефф и фреш принц стал первым в истории грэмми артистом получившим победу в номинации лучшие рэп исполнение и чтобы вы понимали статуэтка у него не одна но сперва немного истории заниматься музыкой он начал 80-х еще будучи несовершеннолетним прозвище принц получил за хорошие манеры годы шли навыки улучшались и необходимые знакомства появились смит объединяется с джеффри алленом таунсом пробовавшим себя в качестве саунд-продюсера и уже вместе они превращаются в тот самый покоривший многих дуэт однако наибольшую популярность их творчеству принес сериал принцесс беверли хиллс в котором мыл исполнил главную роль все равно все знают что у меня превосходный интеллект тогда почему ты используешь для окон воск для авто да в мое время шутки были смешнее так стоп наш сериал вышел гораздо позже а да и песню для заставки тоже они написали ну и вообще сериал как бы о нем альбомы пиар-компания в виде комедийного сериала сенсация с грэмми проще говоря идеальное стечение обстоятельств смит хорошо учился в школе но когда пришла пора поступать в колледж он сказал думаю что сейчас музыка способна дать мне гораздо больше возможностей и как теперь нам известно он не прогадал в девяносто шестом году сериал закончился а коллектив распался ему пришлось отправиться в сольное плавание но без каких-либо ощутимых проблем альбомы также покупали клипы смотрели и награды вручали в 2005 выступил на благотворительном концерте лайф-эйд вы поняли файлы типа лайф-эйд только лайф-эйд все собранные средства были направлены на цитата борьбу с бедностью во всем мире и вы только послушайте объем этого голоса в 2019 сыграл роль в фильме аладдин многие тогда высмеивали картину за хреновый си джай продемонстрированы в трейлерах но время показало что уилл смит в роли джина это лучшее что там есть песни кстати исполнены им же и стоит признать все более чем хорошо а за что я его прям обожаю так это за максимальный профессионализм зачитать урганта изи спеть на шоу джимми феллона легко застелить на bbc one без всякого труда артист с большой буквы на сегодня все но погодите расходиться напишите пожалуйста было ли вам интересно и хотелось бы видеть продолжение чего-то подобного ведь эта тема довольно обширно и обратите внимание перечисленные господа восприятие большинства людей прям актеры актеры которые когда-то делали музыку но ведь еще есть прям музыканты музыканты которые когда-то играли в кино в общем дайте знать спасибо большое за просмотр слушайте хорошую музыку и пока пока это флова ты офигела не не ешь микрофон господи кто тебя принес а ну я ощущаю и 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 Продолжение следует...